Мы живем на краю земли. С этих слов началось обращение в нашу телекомпанию жильцов 24-го дома 47-го квартала. Список многочисленных проблем открывает домофонная дверь. Из-за постоянных перебоев с электроэнергией она замыкает и, как говорят люди, бьет током. Домофонная компания была вынуждена отключить оборудование во избежание несчастного случая. Свободный доступ открыл дорогу бомжам. Они проникают в подъезд и зимуют в душевых и сушильных. У нас покрасили только полы при ремонте и все. Заляпали и закрасили и все, и нормально. А это все оставалось в душевых. Вот так выглядят сушильные комнаты, которые жители по понятным причинам не используют. Из-за грибка, сырости и антисанитарии и заходить-то сюда страшно. В бывшем общежитии два года назад проводился косметический ремонт. Тогда жителям тоже понадобилось обращаться в нашу телекомпанию, так как на их просьбы и требования ни одна муниципальная служба не реагировала. Ремонт сделали, но так, что сейчас его и не видно. Налицо сломанные вентили, ободранные полы и висящая электропроводка. Здесь у нас замкнуло второй этаж, первый этаж. Они нам времяночку кинули и пусть она времяночка стоит. И никому ничего не надо. Душевые у нас. Мы скоро вообще мыться не будем, мыться будем в тазике. Потому что у нас один душ и то бежит вода вот так вот. Всю сантехнику жильцы, по их словам, покупают за свой счет. Хотя за обслуживание собственных секций они платят немалые деньги муниципальной управляющей компании, назначенной им в одностороннем порядке. Куда деньги-то идут наши по квартплате? Сколько вы месяц примерно оплачиваете? То есть какая площадь секции вашей? Почти три тысячи идет. И куда нам биться, в какие двери мы не знаем уже. То есть как бы я ходила в департамент, где ЖКХ ходили, сказали, меры примем, но до сих пор ответа нет. И судя по всему, до мер пока далековато. В департаменте ЖКХ по поводу ситуации в 24-м доме нам сообщили, направьте официальный запрос в письменной форме. Ответ на бумагу, согласно закону о СМИ, должен быть предоставлен в течение семи суток. Тем временем борьба за выживание в злополучном доме продолжается. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин. Местное время.